Здравствуйте, здравствуйте! Основателю фонда Баринг Восток Майклу Калви дали 5 лет условно. Я напомню, что его обвиняли в том, что он вместе с группой лиц, которые тоже проходили по этому делу, растратили кредитные средства в размере 2,5 миллиардов рублей. Прокуратура также просила ему условный срок. А вот предпринимателю из Томска, о котором мы уже много раз рассказывали, Андрею Кривошейну, прокуратура запросила 4,5 реального срока за экономическое преступление, которое, по нашему мнению и по мнению защиты, даже не доказано. Дело против предпринимателя сфабриковано в качестве наказания и публичной порки за то, что Кривошейн стал инициатором посадки коррупционеров с погонами. Напомним, что предприниматель Кривошейн больше не мог терпеть оборотней в погонах, которые не слазили с бизнесмены и видели в нем лишь способ легкой наживы и возможность бесконечных поборов. В 2016 году Кривошейн сообщил о фактах коррупции и вымогательств, в результате чего были задержаны экс-начальник ОМВД РФ Потомской области Игорь Митрофанов и начальник управления по экономической безопасности и противодействию коррупции в ОМВД ТО Константин Савченко. По моему глубокому убеждению, я вообще считаю, что предприниматели, они не должны отбывать наказания, связанные с лишением свободы. Это если экономические преступления? Экономические преступления, да, здесь в принципе такое же экономическое преступление, то есть достаточно, что человек получит, попав в колонию. Но исправление мы все прекрасно знаем, никто там по большому счету не исправляется. Ему надо, если помимо ему срока назначат еще и материальное наказание в виде штрафа, ему надо где-то деньги зарабатывать. Так зачем его отправлять в колонию, где он будет тратить деньги на урокоплательщиков, когда он может, оставаясь на свободе, зарабатывать деньги? Да, должны быть какие-то ограничения, он может там ходить отмечаться, он обязан трудоустроиться. То есть человек не должен выдергиваться, тем более по экономическим преступлениям, из социальной среды. Он должен искупать свою вину, именно работая на это общество, которое в принципе, если мы увидим приговор, суда будет обвинительный, который, я надеюсь, все-таки будет более мягким, чем заявил прокурор. Если же нет, то я считаю, что все-таки человек должен оставаться в обществе и не надо вырывать. Тем более человек, насколько я понимаю, не пытался ни скрыться за время следствия, ни убежать, ничего. Зачем его сейчас отправлять на 4,5 года в колонию отбывания наказания? Экономические преступления очень трудно расследовать, они не всегда очевидны. И нужно очень аккуратно относиться к доказательной базе. Но вот я не знаю, по каким причинам, но Томской прокуратуры, а конкретно Александр Ткаченко, именно он курировал это дело Кривошейна. Вот он как-то не обратил внимания на те нарушения, которые были допущены следствием. Вы понимаете, это дело, оно вообще не должно было попасть в суд. Оно на этапе прокуратуры должно было возвратиться опять к следователю, чтобы сказали, чтобы следовать, что вы тут натворили, у вас что тут такое с этим делом. Доведите его до ума, а там уже присылайте обратно. Но нет, прокуратуру прошло, попал в суд. Суд длился более двух лет. Скоро приговор. На сегодня те преступления, которые связаны с хищением, со 159-й, мошенническим действием, то, безусловно, надзирающая прокуратура должна очень скорпулезно и тонко подходить к этим вопросам. Обвинения должны строиться на жестких, четких и выверенных цифрах, чтобы предъявить обвинения. Поэтому надзирающая прокуратура в этом деле, конечно, из всех материалов, которые были представлены, и нам пришлось с ними ознакомиться, конечно, очень много. Много вопросов о возврате материалов на доследствие, о проведении экспертиз. Почему не указали, наверное, следственным органам на то, что цифры не сбиваются, не сходятся. Поэтому здесь роль, огромная роль, конечно, надзирающей прокуратуре по этому вопросу. Вот давайте сейчас уберем все эмоции и остановимся только на фактах. Только на тех фактах, только на тех нарушениях, которые были допущены на этапе следствия. Первое. Это пустые страницы. Мы уже о них говорили. Я когда говорю это юристам каким-то, адвокатам, журналистам, простым людям, они не понимают, не понимают, как можно ссылаться на то, что пустые страницы что-либо доказывают. А это реально было сделано. Следователь в обвинительном заключении сослался на пустые листы. А когда адвокат Кривошейна спрашивает у этого следователя в суде, что вы хотели этим доказать, она берет 51 статью. 51 статью, которая говорит о том, что она не может не свидетельствовать против себя. Следователь брать не может. Тогда нужно сразу ставить вопрос о ее профессиональной пригодности. Но ничего, все в порядке. Все воспринимают процесс на Кривошейном как месть системы. Понимаешь, вот когда тут уже до абсурда доходит, ну как белые листы? Господин следователь, вы подписали обвинительное, я. Ответьте, как белые листы оказались там. 51. Как кроме смеха это ничего не вызывает у населения Томской области? Ключевой свидетель Рудиков изначально говорил, еще на этапе следствия, что у него деньги похитили. Он потом в суде повторил эти показания, что деньги похитили и похитил не Кривошейн, похитил совсем другой человек. Но все равно 172, все равно незаконная банковская деятельность. Но это же чистые 159. Причем он в суде, он не меняет свои показания. Он изначально так говорил и в суде это повторил. Но следователь все равно еще это подгоняет под 172. Такое ощущение, что как будто, вот сказали, нужна 172. Вот как хочешь, вот разбейся в лепешку, но чтобы была 172. Потому что 159 нам тут вообще не нужно. Это повод и прокуратуре, и органам ФСБ, и собственной безопасности начать проведение проверки по факту данного заявления. Потому что свидетель, выступая в суде, дает подписку о том, что он предупрежден об уголовной ответственности. И данный факт указывает о том, что возможно на стадии предварительного следствия на свидетеля оказывалось давление с целью получения необходимых для следствия доказательств. Возможно, это связано с сложно понятыми интересами службы, которые выражаются для следователя в том, что надо направить дело в суд. А в конечном случае следователь по итогу возможно получит либо внеочередное звание, если это резонансное дело, либо назначение на более высшую ступень, то есть карьерный рост. Вот совпадение или нет? Но первый следователь в деле Кривошейна, Уржунцев, он пошел на повышение за то, что так рьяно расследовал вот это вот дело по 172, со всеми ошибками вот этими. Стал начальником отдела. Вот такие люди нужны, начальник отдела. Вот такие люди будут руководить другими следователями. Скажите, что ожидать от них? Что? Следующее, и, наверное, оно, можно сказать, фундаментальное нарушение. Сейчас по счету у меня третье идет. Но оно, его можно ставить в первое. Самый в первый ряд его можно ставить. Дело в том, что 172 статья, часть 2, это незаконная банковская деятельность. Незаконная банковская деятельность. Вот эти обвинения, которые предъявляются Кривошейну, они не подпадают под эту статью. Во-первых, компании должны иметь в названии или банк, или кредитная организация, чтобы подпасть под эту статью. Уставной капитал у такой организации должен быть 300 миллионов рублей. У всех организаций, которым, по версии следствия, был причастен Кривошейн, уставной капитал был 10 тысяч рублей. Все вот эти действия, которые инкриминируют Кривошейну, они все подпадают под статью «Незаконное предпринимательство». Ну это легкая статья, но под незаконную банковскую деятельность, чтобы действия соответствовали этой статье, должен быть банк, должен быть банкир. Ну этого тут нету, даже близко. «Незаконное предпринимательство» — ну это легкая статья, по ней не сажают. А по 172 можно нормально так посадить, что, собственно говоря, прокуратура и делает, не замечая всех нарушений, которые там есть. Вот по этому делу было сделано 17 экспертиз. И вот несколько бухгалтерских экспертиз по одному и тому же эпизоду, по одному и тому же событию дают разные суммы. Ну задается вопрос логичный, и какая из этих сумм правильная? Прокуратура говорит, ну в принципе, нас же как бы, ну особо так это, как бы нам все равно. Все равно же, нам не важно сколько он якобы заработал, похитил. Нам важен сам факт. Ну как тогда так, как? Против чего тогда защищаться? Если и такая сумма правильная, и такая сумма правильная, и такая сумма правильная. Прокуратуру это дело вообще не должно было пройти. Оно должно было возвращено быть следователю. Это если бы прокуроры, если бы конкретно Ткаченко Александр Михайлович в Томске делал бы свою работу прилежно. Но почему, вы спросите, вот так все, почему спустя рукава адвокаты подают ходатайство? Мы говорим об этом. Это выходит на федеральные СМИ. Но прокурорам все равно. Они как будто ничего не боятся. А Москва далеко. Москва так далеко, что пока туда укатится, оттуда прикатится, уже все отсидят, все выйдут, уже уголовные дела будут сданы все в архив. Получается, что Ткаченко у нас самый умный прокурор и самый умный вообще товарищ акция юстиции. То есть он умнее Бастрыкина, генерала юстиции, он умнее его двух генералов, генерала-майора, генерала-лейтенанта. Он умнее руководителя, нового руководителя следственного управления Щукина Андрея Викторовича. То есть он самый умный. Он решает то, что он хочет делать. И как он хочет поступить с моим делом. То есть вот такая вот месть мелкая, как говорится, пакостная. Ну вот такая вот произошла. Может быть, ему должность обещали. Дело не обязательно же в деньгах. Он же был просто прокурором по надзору за действием коррупционной направленности. Противодействию коррупции. То есть противодействовал коррупции. Представляете, он как противодействовал, что у нас город погряз коррупцией по самые уши, по самому окушку. То есть нас уже даже барон Мюнхгаузен не вытернет, как говорится, за волосы из болота эта коррупция. Потому что вот такие у нас, так сказать, надиратели за исполнением федерального законодательства. Это вот так они уважают нашего президента, вот именно Ткаченко, да, который борьбу с коррупцией, которую объявил президент непримиримый, да, он просто ее похоронил. Просто взял и похоронил всеми своими действиями. У нас нет борьбы с коррупцией, у нас нет авторитета президента, у нас нет авторитета Бастрыкина, у нас нет авторитета нового сейчас генерального прокурора. То есть для него вообще никто не авторитет. Он сам себе самый умный, самый главный. Вот как-то так получается. И даже не смешно. Может быть генеральный прокурор Краснов обратит внимание на Томскую прокуратуру и на таких вот прокуроров, как Ткаченко Александр Михайлович, его покровители, люди, которые от него зависят. Я думаю, что генеральный прокурор Краснов должен как-то обратить внимание на своего подчиненного Ткаченко Александра Михайловича. Потому что вот такие люди превращают прокуратуру просто в бесполезный орган, которому дело приносят. Он смотрит на него и интересует их только одно. Кто обвиняемый? Если генерал, мы вот так будем делать. Вот столько запросим, 8 лет условно. А если предприниматель, который против генерала пошел, то мы ему реальный срок запросим, чтобы другим не повадно было. Вот во что превращается прокуратура в Томской области. Превратилась, что там превращается. Превратилась уже. А вы меня спросите, а что делать-то с этим? А я вам скажу. Говорить. Об этом нужно говорить как можно чаще, как можно громче. Говорить. А вот о таких прокурорах, как Ткаченко Александр Михайлович, о прокуратуре. Я не хочу мазать всех прокурорских работников одной черной краской. Я не хочу говорить, что все так и везде. Нет. Не все так и везде. И, скажем так, есть надежда, что кадровые перестановки, которые, я уверен, скоро будут и в Томске, они приведут к тому, что придут другие люди с другими задачами, с другим взглядом, не чайковским, не таким, что отмазывать своих, сажать неугодных и отмазывать своих. И поэтому я обращаюсь к нашим зрителям. Распространяйте этот ролик, чтобы как можно больше людей это видели. Потому что чем больше знают о таких поступках, о таких героях, героях, как Ткаченко Александр Михайлович и его коллеги, то тем тяжелее им будет, чтобы такие дела, как Андрей Кривошейн, проходили, попадали в суд. Чтобы вообще не появлялись такие дела. И следователи будут как-то немножко осторожней. А то вот взяли 51 статью и все. И вроде как бы защищены законом и конституцией Российской Федерации. Да вот не так все просто. А мы продолжаем следить за этим делом. И, конечно же, когда приговор будет, мы расскажем вам, чем это все закончилось. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok